Всем привет из Израиля! И мы направляемся на вершину горы Кармель, где находятся две друзские деревни. Исфия в некоторых источниках, Осфия, Осфия и Дельят-эль-Кармель. В этом видео мы посетим огромный питомник, где за хорошие цены можно купить много чего для сада и огорода. Далее мы побываем в монастыре кармелитов Мухрака с шикарнейшими пейзажами. Попробуем друзскую кухню. Так что смотрите видео до конца. Будет интересно. Друзья, мы на месте. Это друзская деревня Исфия. Здесь находится магазин. Товары, как видите, уже для сада, огорода. Ой, как красиво! Причем я искала информацию в интернете, но практически вообще ничего нет. Ой, посмотрите, целый ботанический сад. Мне подсказала соседка. Она говорит, я сама сюда езжу всегда. Я только по улице. Посмотрите, какая красота! Сколько здесь всего! Ой, а там целая плантация всех растений. И в ту сторону. Вы посмотрите, какая площадь. И еще и туда дальше. Целые плантации комнатных растений. Здесь, мне кажется, это кактусы. Боже мой, сколько их! Мне кажется, здесь целый день можно ходить, как экскурсия. И не надо ест. Мы были вот тут, и там тоже продаются кактусы, орхидеи. Но я помню, мне очень понравилось. Это детский лебедь по сравнению с этой территорией. Следующий участок. Туда пройти сложнее. Я там поняла, что это уже саженцы для улицы. Посмотрите, там еще продолжение есть. Какое замечательное место! Здесь действительно можно выбрать и комнатные растения, и для участка на улице. И все эти всевозможные интересности для балконов. Много чего. Ну и по ценам тут тоже, в принципе, хорошие цены. Вот, посмотрите, ценник указан прямо на горшках. 20 шекелей. Вот такая красота стоит. Можно оплачивать карточкой, можно наличными. Маленькие кактусята. По 7 шекелей. Вот такие малявочки. Видите, сколько их. Так, а вот побольше идут кактусы. Вот такой кактус стоит, как видите, 20 шекелей. Ой, какая красота! Я его сейчас возьму. И вот я еще решила такой взять кактус. Посмотрите, какой он хорошенький. Вот, смотрите, для сада. Сколько всякого всего горшков. Целое море. Бедра. Такая интересность. Разных форм. Большие горшки. Вот такие горшки. Это на улице уже. В отбор. Как же мы узнали об этом месте? А все началось с того, что в очередной раз снимая видео о цветущих деревьях в Израиле, меня вдруг заинтересовали саженцы. И я спросила у соседки, и она мне посоветовала съездить в Висфию. Причем информации в интернете практически не было об этом месте. Мы сейчас находимся. Это отдел деревья для улицы. То, что в сад, в огород, возле подъезда всадят. Посмотрите. Это очень огромная территория. То есть здесь можно выбрать все. Все, что здесь есть. Ой, розы. Посмотрите. Такое вот огромное дерево. Оно стоит 600 шекелей. Вот вертармашками, правда. Я думаю, видно перевернутая вот шестерка. Смотрите, сколько тут всего. Ой, а там даже уже с плодами продается. С той стороны мы пришли. Еще даже не видно окончания этой теплицы. Такие парисы. Сейчас покажу, какой красивый вид. Посмотрите, открывается отсюда. С этой дружеской деревни. И с феус, 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 как ее называют. В разных источниках по-разному. Вот еще целая, целая аллея этих деревьев. Очень красивых. Вот в эту сторону. Ну вот ценников на многих нет. Я не знаю примерно. Ну вот большие, скорее всего, примерно 600, может быть, тысячу стоят шекелей. То, что поменьше, то поменьше. Курок шекелей. Вот такая вот красота. Вот, смотрите, 600 шекелей. Вот этот кустик стоит. Вот сама его 600. Такой красивый подстриженный кустик. Смотрите, какой уже большой. А вот этот кипарис стоит 900 шекелей. Но он уже такой приличный. Взрослый. Тоже немножко прикупились. Вот такой огромный еще пакет земли. И все это удовольствие у нас вышло на 55 шекелей. Это очень недорого. И пока вы смотрите всю эту красоту, я немного расскажу об этом месте. Жители этих деревень, из Фея и Дельята Кармель, используют уникальную дросскую религию. А еще это место очень популярно у израильтян. Причем это действующий тренд. Как выходные или праздники, так происходит паломничество горожан сюда. Что же в этих деревнях уникального? Эти две деревни находятся рядом. Одна плавно перетекает в другую. Здесь открываются чудесные виды, так как расположены они на высоте 450-500 метров над уровнем моря. Все дросские деревни находятся в горах. Чтобы обороняться от врагов, дросы с 10 века селились на вершине гор, откуда видно все. В ролике, к сожалению, не снимала отдельно дома, но они отличаются. Я обратила внимание, что во всех постройках есть колонны. Причем многоэтажек вы тут не увидите. Еще сюда едут, так как хорошо развита торговля. Помимо теплицы, которую мы с вами посмотрели в Эсфии, здесь находится знаменитый рынок в Дельят-Эль-Кармель. Сувенирные лавки, выставки. Здесь очень много кафе и ресторанов с хорошей кухней. А еще сюда стоит приехать, чтобы увидеть людей, которые живут не в тревоге и спешке, а просто живут, которые умеют сделать каждую деталь повседневной жизни осмысленной и одухотворенной. И мы в этом убедились. В конце видео вы это все увидите. И как я уже говорила, в этих деревнях живут друзы. Друзы – это этноконфессионная группа арабов в Ливане, Сирии, Иордании и Израиле. Друзом считается тот, кто придерживается своей традиционной религии. И чей отец и мать – друзы. Верят они в переселение душ. Ряд законов, регулирующих поведение, запрещает петь, курить, играть в азартные игры, есть свинину, сквернословить. Нужно довольствоваться малым, хранить честь семьи, быть скромным и щедрым. Друзы избегают иконографии. Однако в своей религии используют пять цветов, которые являются главными религиозными символами. Каждый цвет имеет силу. Хаат – отделяющий людей от животных. Зеленый олицетворяет вселенский разум, красный – вселенская душа, желтый – слово, голубой – вероятности и возможности, а белый – будущее. Ну а сейчас, проехав Усфию, Дельятль-Кармель, который вы сейчас видите. Кстати, обратите внимание, вот на домике видно колонны. Мы направляемся в Мухраку. Это монастырь Кармелитов. Уже, как видите, очень живописные места. И рядом с монастырем, кстати, есть многочисленные тропы, где тоже можно прогуляться и насладиться красивыми видами. И вот уже скоро перед нами монастырь Мухрака. Это монастырь Кармелитов. Если вы хотите погулять подольше, то лучше машину оставлять здесь, потому что территория закрывается, и потом сложно будет выйти обратно. Дорога идет вверх. Идти тяжеловато. Но, несмотря на жару, здесь прохладненько. Ветерок дует хорошо. Посмотрите, с той стороны мы пришли. Вверх, конечно, подниматься тяжеловато. Давайте уже войдем. Я читала, что вход платный. То ли 4, то ли 5 шекелей. Сейчас посмотрим. Так, вот вход уже. Сам монастырь Мухрака. Монастырь Кармелитов. Шалам. Да, вход 5 шекелей. Вот 10 шекелей мы заплатили за двоих. Это территория монастыря уже. Чем же знаменит этот монастырь? Именно в этом месте происходила борьба легендарного пророка Ильи с языческими культами и жрецами Баала в некоторых источниках Баала. Монастырь расположен на самой высокой точке горы Кармель. Именно в том месте, где в книге царств, это Библия, Ветхий Завет, описываются события, которые происходили здесь во времена правления царя Ахала. Это 870-й, 852-й годы до нашей эры. Во дворе монастыря, как вы уже видите, находится статуя Ильи Пророка, на которой изображен Илья, попирающий поверженного жреца. Как же тут красиво! И причем вот именно, что место очень высокое, здесь не жарко. Давайте пройдем, отсюда открывается очень красивый вид. Дева Мария, это католическая тематика в православии, иконы. А вот у католиков статуи. Вот прям такой райский уголок. Можно посидеть. Смотрите, как тут мило. Какая красота. Вот в эту сторону. Давайте уже подойдем. Здесь открывается вообще... Вы сейчас увидите, какой вид. Я его уже вижу. И вот перед нами, посмотрите. Боже мой! Высота птичьего полета. Здесь есть еще смотровая площадка, и мы сейчас туда поднимемся. Очень жарко в Израиле, и видите, все как в дымке в такой. Нет четкости, но несмотря на это, все равно очень красиво. Пожалуй, вот такая высота. Я была на Метула. Метула, это голландские высоты, туда дальше. Там тоже самое считается высокая точка у нас в Израиле. Здесь тоже так же практически. Ну, давайте пройдем. Там еще наверху есть смотровая площадка. Вот вам поднялись, ребята. Это вообще... Это такой размах. Это такой простор. Посмотрите, посмотрите, что здесь. У меня нет слов. Это настолько впечатляет. Я уже не первое место, которое в Израиле вижу, с красивыми видами. Но здесь это, конечно, шедевр. Шикарнейшие виды. Что мы еще обнаружили? Вот здесь есть стрелочки, указания везде. Вот все направления. Это эсфия. Это хайфа. Стелла Марис. Монастырь. Гора Кармель. Хар Кармель. Так. Аямхатихон. Там Средиземное море. Кесаря. Кесаря. Там Таня. Кесаря. Кебутс. Далее. Ну, смотрите, так... Ой, вообще сколько... Сколько тут всего. Самария. А это, конечно, желтая. Это Ярушалаем. Русалим. Слушайте, но вообще впечатление. Мегидо. Это Йокна. Мегидо. Дальше, что здесь? Афула. Горелик. Нацерет. Все знаю. Бейчарим. Было там. Ой, вообще очень красиво. А там еще есть одна табличка. Это Ливанон. Ливан. Давайте вернемся к библейским событиям, которые происходили здесь. Жена Ахава, Изавель, поклонялась языческим богам Баалу, это бог Дождя, и Астарте, богине Плодородия. Начались гонения на пророков. Илия совершил много чудес, чтобы вразумить нечестивого царя. И когда нечестие царя достигло пика, пророк Илия наслал на страну трехлетнюю засуху. Начинается голод, и царь в страхе обращается за помощью к Илии. И тогда в этом месте происходит состязание между Илией и 450 жрецами Ваала в присутствии царя и всего народа, чтобы все увидели, кто является настоящим живым богом. Жрецы весь день пытались вызвать дождь, трубили, плясали, стегли себя до крови, но Баал не ответил. И тогда Илиягу восстановил разрушенный жертвенник бога, принес свою жертву и приказал обильно полить ее водой. И Всевышний ответил ему огнем, пожравшим жертву. Народ увидел, чей бог истинный. Жрецы были перебиты. И в ту же ночь пошел сильный дождь. Вот такое это легендарное и очень красивое место с шикарнейшими видами. Еще в Хайфе есть два места, связанные с Илией Пророка. Есть пещера Илии Пророка на горе Кармель. И недалеко находится также еще вторая маленькая пещера в монастыре Кармелитов. Ну а сейчас давайте уже спустимся вниз и пройдем к храму. Посмотрим уже, что там внутри. Вот такой небольшой храм на территории находится. Это католический храм. Это Илья Пророка. Илья Пророка. Ну и как же без наших кошек-то в Израиле? Правильно, прямо на дороге скажи. Я хозяйка здесь, а вы гости. На территории есть даже туалет. В ту сторону. В принципе, как и, наверное, во всех монастырях здесь. Все оборудовано. Какое интересное. Здесь камень. А в эту сторону там бабушка Друзка. Сейчас подойдем, посмотрим, что там у нее. Какие вкусности. Может быть, есть Друзки и лепешки. Они нереально вкусные. Посмотрим. Такое вот интересное место. Здесь торгуют. Здесь даже есть столик. Ой, пахнет огнем. Ой, вы знаете, настолько колоритное место. Это лучше. Вот она так. Она тут подходит? Как она? Не шокол. Пахнет. Или нет? мы решили остановиться и покушать здесь хотя конечно жарко не очень хочется есть но интересно русская да она тоже необычная это все без мяса я вот не поняла но очень вкусно я попробовала же эту штучку потому что рис вроде бы это же не знаю вот это вот пита как все вкусно несмотря на то что не мясное очень вкусно и так колоритно ой как здесь вообще душевно там внутри с творогом да очень вкусно хочу еще показать вам такой вот кофе очень-очень вкусный вообще очень вкусно но когда его готовят сами вот в таких тормозах он нереально вкусный то и мед а все было так вкусно несмотря на то что было без мяса мы очень душевно поговорили пообщались с этой милой женщиной ну а теперь пора домой уезжали мы с таким чувством чтобы бывали в гостях у любимой бабушки мы ехали и улыбались это то о чем я вам говорила начале видео это люди их душевная теплота я всем рекомендую это место для посещения но на сегодня это все я надеюсь что видео было интересным не забудьте подписаться на канал напишите в комментариях ваше мнение и чтобы вы еще хотели увидеть на моем канале всем спасибо за просмотр до новых встреч пока пока ваше мнение Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова